Продолжение следует... Митрополита Ставропольского и Невинномыцкого Кирилла в краевой столице состоялся крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом. Это замечательная традиция. Этот крест был освящен в Иерусалиме нашим митрополитом Кириллом Ставропольским и Невинномыцким. И дважды в год на крестовоздвижение из Казанского кафедрального собора крест с крестным ходом переносится в крестовоздвиженский храм. И на крестопоклонную неделю обратно также крестным ходом. Собирается очень много народа, чистое казачество наше терское, много православных, молодежи много, очень хорошая традиция, мне нравится, я хожу каждый год, слава Богу за все. В шествие приняли участие священнослужители Ставропольской епархии, монашествующие студенты Ставропольской духовной семинарии и регенской школы, воспитанники архиерейского казачьего конвоя и жители города. Я очень люблю участвовать в крестных ходах, молитва идет, кресту, тропари читают, очень приятно помолиться в это неспокойное время, за город, за родину, за страну, за нашу. Я считаю, что это хорошая традиция в городе Ставрополь. Под пение «Тропаря Кресту Христову» святыню пронесли от Казанского кафедрального собора до Крестовозвиженского храма. Эта добрая традиция появилась после того, как крест, изготовленный ставропольскими умельцами, в августе 2015 года был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом и духовенством епархии в Святомграде и Иерусалиме на Голгофе и привезен в Ставрополь. С тех пор дважды в год он переносится крестным ходом по улицам города, 26 сентября из Казанского кафедрального собора в Крестовозвиженский храм и накануне крестопоклона недели Великого Поста, обратно в Казанский собор. 27 сентября в праздник возвижения честного и желтворящего креста Господня, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Правящим архиереем сослужили секретарь ипархиального управления, ключарь Казанского кафедрального собора и иеромонах Гаврил Ольховик, клирики собора и духовенства епархии. Богослужебное песнопение исполнил хор Ставропольской митрополии под управлением регента Елены Кирилловой. По окончании литургии духовенство совершило славление перед Крестом Господним. Праздник возвижения честного и желтворящего креста Господня. Это один из двенадесятых праздников, который совершается в начале Индикта, в начале года и через шесть дней после Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь мы видим, что еще в Ветхом Завете при Моисее Бог повелел для исцеления своего народа сделать медного змея и воздвигнуть его на шест. Это был прообраз, прообраз креста Господня. Крест Господень мы из богослужебных текстов знаем, что это ангелам слава, что это свет, свет во Вселенной. И как светильник невозможно куда-то спрятать, так и здесь, когда светильник зажигают, то мрак исчезает. Так и здесь Господь воздвигнул крест свой, как светильник во мраке Вселенной. И он светит, и этим светом освещает всех нас. Воздвижение креста Господня мы видим, что соединяется с двумя событиями. Первое событие – это 326 год, когда произошло обретение креста Христова возле Голгофы. И его, естественно, воздвигали и поднимали. Поднимали, чтобы видно было всем. И также многие исцелялись люди, когда видели сам крест, так же, как и во времена Моисея, и так же во времена Христа нашей эры. И второе событие – это VII век, когда крест Христов был императором Ираклием, возвращен на свое место. И само по себе вот это событие, это великое событие, это событие спасения рода человеческого. На кресте Господь пригвоздил все наши грехи, все наши тяжести. И на кресте Господь соединил человечество с Божеством. Город Невиномыск является промышленной столицей Ставропольского края. На въезде в город возвышается красивый величественный храм в честь преподобного Серафима Саровского. Купола и часть храма видны с федеральной трассы «Кавказ». Один из новых храмов в городе Невиномыске, он построен в спальном районе. Город Невиномыск когда-то был станицей, но с развитием здесь многих предприятий, большой и малой химии, появились новые спальные районы, которые сегодня как бы растут в городе. Поэтому в новом таком спальном районе был построен храм преподобного Серафима Саровского. В следующем году исполняется 20 лет, как было дано разрешение архиерея на начало строительства храма в этом месте. Возведение храма начали в 2005 году. Строительство продолжалось на протяжении 10 лет. Храм построен в честь память преподобного Серафима Саровского. Это такой великий русский святой, можно сказать, последних времен, потому что он жил не так уж далеко от нашего времени. Но поскольку он был канонизирован накануне революции, поэтому храму в честь Серафима Саровского было построено очень и очень мало. Тогда было время сложное. Ну и поэтому уже, когда Владыка Феофан дал назначение на это место и благословение строить храм, то, конечно, когда стали думать в честь кого, решили, что больше всего подходит Серафим Саровский. Поэтому это было благословение Владыки. Он тогда так прошелся по епархии, сказал, что вот храма у меня нет в честь Серафима Саровского. Давай в честь Серафима Саровского. Поэтому это благословение Владыки Феофану. Ну, я думаю, что Серафим Саровский и содействовал строительству этого храма. Поэтому старались сделать все в традиции русского зодчества и купола, и своды храма. Вот это как бы все соответствует тем традициям, которые были созданы, которые образовались вот в русском храмостроительстве. Поэтому в храме и акустика достаточная, и храм относительно теплый. Вот поэтому как бы это решает сразу все многие-многие вопросы. Ну и копыти все-таки относительно мало, никаких вытяжных пока систем нет. Они делаются, но пока без них тоже храм не сказать, что сильно коптится. Поэтому храм как бы соответствует тем требованиям, которым мы стремились для того, чтобы построить его. Первое богослужение в этом храме было совершено в 16-м году на преподобного Серафима Саровского летнего. Его совершил ладыка Кирилл, метрополист авропольский, невиномысский. Через полгода этот храм был освящен 15 января 17-го года. С 2016 года здесь регулярно проходят богослужения. Также открыты воскресные школы для детей и взрослых. Храм является украшением города Невиномыска. В его строительство вложили силы и частицу души многие люди. В стенах храма много именных кирпичей. Также в благоукрашение внутреннего убранства помогали прихожане храма. Сегодня территория благоустроенная, утопает в цветах и зелени. Сделаны удобные подъезды и парковки, уложен асфальт и плитка. А вокруг храма появился красивый забор. Но строительство храмового комплекса на этом не завершается. Сегодня мы строим еще одно здание на территории храма. Это административные здания. Это здание, в котором будут разные службы. Ну и будет, конечно, крестильный храм. Храм в честь святых мучеников Киприана и Устинь. Это такие редкие святые. Они выбраны спонсорами, которые участвуют в строительстве этого храма. Поэтому мы сейчас находимся уже в завершающей стадии строительства этого храма. Сейчас возводится купол. Все делается из кирпича. Все как положено. Не нарушаются никакие традиции. Поэтому храм будет со сводом. Поэтому я думаю, что он будет тоже украшением города. Все в одном силе, в одном цвете кирпича. Поэтому надеемся, что будет украшать город. Люди будут любить это место, приходить, молиться. Почти за 20 лет в храме сложилась дружная приходская семья, которая готова всегда помогать ближним. Приход храма Серафима Саровского не остается в стороне и активно помогает военнослужащим в госпиталях в зоне СВО. Прихожане храма и неравнодушные жители города Невиномыска, среди которых есть ветераны труда медицинских учреждений города, изготавливают перевязочный материал для раненых, пекут пряники и собирают гуманитарную помощь. По благословению настоятеля храма преподобного Серафима Саровского, отца Игоря, мы занимаемся оказанием помощи солдатам, попавшим уже в госпитали. То есть делаем медицинский перевязочный материал. Есть у нас обратная связь с госпиталями. То есть мы работаем по заказу, что нужно, в каком объеме. Мы закупаем марлю, нарезаем и складываем. Вот сейчас медработники и просто прихожане храма, и просто добрые люди, небезразличные, как раз-таки занимаются складыванием салфеток, которые мы потом еще стерилизуем и уже отправляем централизованно. Мы сами печем пряники, угощаем прихожан в праздники. И дети сейчас с удовольствием, даже были детки из Белгорода, они сделали выбор, что вы можете угоститься, когда расписали пряники, а можете эти пряники оставить солдатам, отправить солдатам. Они все отправили солдатам. Мы находимся в классе воскресной школы нашего храма. Вот здесь по субботам и воскресеньям, суббота у нас домоводство, воскресный день – это закон Божий, ну и прикладное искусство. Ну и иногда вот печем. Печем с радостью, удовольствием, пробуем разные сорта теста. Всем вам, дорогие братья и сестры, желаем помощи Божьей и благословения в предстоящую неделю. До новых встреч. Спасибо, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok